Меньше говорить, здесь КГБшники. Мы что-то опрашивали там всех этих пострадавших. Палата целая. Были простреляны и там без рук, без ног. Или врачи говорят даже, ой, этот в машину попал там. Что-то идет, процесс какой-то ненормальный. Как бы неизвестность и слухи вот эти сплетни. То есть пока я там в кустах лежал связан, ко мне притягивали там кусты других молодых людей. Вот они с Пушкинской и хотели. Это правозащитный подкаст «Весна Приди». Здесь мы рассказываем про опыт людей, которые живут в Белоруссии. Усень провитания, я Катерина. Сегодняшний выпуск подкаста посвящен одному герою – Олегу Крине. Ему 46 лет, он живет в Минске. Около трех лет назад он получил инвалидность из-за несчастного случая на стройке в Москве. Сейчас он работает на полставке в военном госпитале с Толером. И сегодня в подкасте он расскажет о том, что с ним было, что ему удалось увидеть и услышать за последний месяц своей жизни, то есть с 9 августа. Резкий поток пациентов в военном госпитале, снующие сотрудники КГБ там, задержание внутренними войсками, окрестина, непонятная угроза от непонятных людей за рассказы про окрестина и увольнение. И все это в истории одного героя. И попробуем рассказать эту историю хронологично. Итак, Олег работает в военном госпитале. И 9 августа он заметил, что количество поступивших людей туда резко увеличилось. Хоть его работа никак непосредственно не связана с самими пациентами, он работает с Толером, но все равно для него было заметно то, что ситуация странным образом резко изменилась. Я вот когда ходил по работе, по госпиталю, заходил в эти палаты, ну, работать. Я видел этих травмированных. Я вот почему не было интересно, что, думаю, вот сколько, первый раз пришли. И там врачи между собой слышишь? Знаете, сплетни идут, слухи. Вот с 9 на 10. Там 20 человек, потом второй день уже. С 10 на 11 опять столба, ну, то есть приехала. Ну, много людей навезли. Думаешь, что такое? Одного видел без ноги или оторвало ногу там что-то. Руки оторванные видел там, ампутированные. Стоит отметить, что военный госпиталь официально называется 432 Ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Республики Беларусь. Он оказывает, как написано на сайте, гражданам Республики Беларусь все виды медицинской помощи по хирургической и терапевтической патологии, исходные по механизму ее возникновения с боевой патологией. Там могут лежать и военные люди, и гражданские. Ну, а как же сам Олег различал, где военные, а где гражданские? Он говорит, что благодаря снующим там КГБшникам. Когда я ходил работать, я видел этих штатских обходили, и эти говорят, это КГБшники. Как говорится, между работниками, ну, как говорят. Мне еще эти рабочие говорят, меньше говори, здесь КГБшники. Может, опрашивали там всех этих пострадавших. А вы видели когда-нибудь, как опрашивал КГБшников? При самом допросе, как говорится, я видел, что они заходили в эти палаты. Они сразу всех персонал выгоняют. Ну, как они будут тебя, что там будешь, ты на уши греть. Я просто видел, что они в штатском, и все выходят, и они там уже что-то там. Что-то делают, и никто не видит, что они там делают. Да, ну, а как? Ты же их работаешь. Вот почему. Во всех странах КГБ существует. Не, ну, что... Это, в принципе, репрессивная организация, что сказать. НКВД, КГБ, ФСБ. Чайку попейте, Навальный. Именно так Олег и предполагает. КГБшники опрашивали тех, кто был с наиболее тяжелыми ранениями, а тех, кто с менее тяжелыми, и это, скорее всего, военные, не опрашивали. Вот так, в свою очередь, строится предположение, кто среди пациентов военный, а кто штатский. И, в свою очередь, что именно штатские были с наиболее тяжелыми ранениями, ампутациями и так далее. Ну, как-то так. Я так понял, были штатские, которые были простреляны, и там, без рук, без ног, вот это вот, скорее всего, которые машинами переехали, вот это вот. Почему туда КГБшники я когда ходил, вот я, что я говорю, это, скорее всего, был протестующий, без рук, без ног. Потому что вот этих военных солдат, ну, ментов, которые там, может, ОМОНовцы, ну, там всех, их не опрашивали. Ну, видел, что морды разбитые, расквашенные. Ну, у них руки, ноги целые, только морды разбитые. Там, или ссади на них. А вот отдельная палата была, где вот этих, ну, пацанов таких. А они отдельно по палатам лежат? Вот в одной палате ОМОНовцы, а в другой штатские. Да, на высшедомой. А откуда вы знаете, где, кто, или просто по виду? Я по травмированию видел. Ну, так просто. Ну, человек, которые ампутированные были, они вот отдельно были. Прострелянные видел. Ну, что, кого стреляли? С резиновыми пулями, с осколками. Ну, то есть, как бы, вы лично, ну, как бы... Я по внешним показаниям. По внешним, ну... Ну, то есть, по травмированным этим видам. То есть, по травмам смотрел. Ну, ассоциации. Если я приходил, где менты, в основном, у них морды разбитые. Синяки, пляши, ничего. Синяки, стреляя нет, ну, там, у него руки, ноги целые. А здесь придешь, там, руки нету, там, ноги нету. Там говорят, там, эти, о, там, этому под машину. Или врачи говорят даже, о, этот под машину попал, там. Ну, я так зайдешь, посмотришь. И эти, там, КГБшники суются. Ну, скажите, вот, есть вероятность, что среди этих людей с ампутированными руками, ногами были люди не из акции, которые пострадали в быту? Ну, у вас же до этих подеек, 9 августа... Нет, честно сказать, я не знаю. Я просто видел травму, и все. Ну, вот, если сравнить до событий 9 августа, как часто к вам попадали люди с ампутациями? Ну, именно пошла волна после 9-го. Вот я говорю, 9-я, 10-я, это 1-я, 20-я, там. Потом 2-я, там, тоже. Ну, примерно, там, 18. А обычно как часто поступают люди в мирные времена? Ну, редко. Ну, сколько лет? Типа 1 в месяц, может, там. Может, в неделю. Ну, именно с ампутациями. А с огнестрельными? С огнестрельными вообще при меня не попадало. Не слышно было. А вы там как долго работаете? Я год уже. С октября, через конец. То есть, первый огнестрел, который вы видели за год, это с 9-го? Ну, я массово видел. Вот это массово, понимаете? Если там кто-то попадал, там, может, попадали солдаты. Самострел, что-то такое. Ну, понимаете, тут ассоциация, что вот палата целая. И там палата. Ну, то есть, я зашел в хирургию, там, видишь, ну, вот это. И тут ГБшники. Во-первых, интернет. А это так вот, ассоциация вот такая, как бы, неизвестность. И слухи вот эти сплетни. Ну, то есть, и ты там перевариваешь это все. Когда еще видишь эти травмы, ну, начинаешь ассоциировать, что-то идет, процесс какой-то ненормальный. То есть, ну, беспредел или нет, что-то. Ну, во-первых, неизвестность. Что? Отчасти именно из-за этой неизвестности Олег и решил пойти 11 августа вечером на станцию метро Пушкинскую. Так и начинается его история задержания. Интернета не было. Ну, все связи нету, никакой информации. Я только по имеронюсу увидел, что на Пушкинской там убили мужчину. Ну, и там эти митинги все эти. Олег имеет в виду Александра Тарайковского. Он умер 10 августа возле станции метро Пушкинской в Минске. В тот вечер там было много силовиков. Я 9 часов вечером поехал уже 11-го числа посмотреть, что к чему. Без всяких там. Вообще никому не приятно, как бы. Просто посмотреть все. Потом уже понять, какая ситуация. Ну, я выходя с метро уже в 9 часов, меня со спортивной, Пушкинская закрыта была. Я выходил со спортивной. Меня между спортивной и Пушкинской там солдатики скрутили, в кусты затянули. В 9 часов. И до часу ночи где-то примерно меня там держали. Пока я там в кустах лежал связанно, ко мне притягивали там в кусты других молодых людей. Ну, кого схватит. Солдатики, вы сказали, они были в зеленой форме. Да. То есть это не ОМОН, это солдаты. Они сами мне сказали, когда меня скручивали, ты что здесь ходишь? Ты не видишь, что мы же не сменлицы? Мы вот солдаты военные. Мы внутренние войска. И там был такой один офицер, который всех там, ну, который командовался еды. Они все в балаклавах, в лице не видно. Ну, они меня скрутили, но не били меня. Я их положил. Я просто объяснил, что я никуда, ничего. Меня там в кустах положили, не били. Потом дождались до часу ночи, подвезли, подъехал автозак. Ну, нас подняли кого-то там, уже в кустах собрали людей для автозака. И на остановку повели. И уже в автозак загрузили. Ну, получилось так, что нас мало было. Он наполовину загружен был. И по дороге к Окрестино, там нас уже подкидывали народ туда. Ну, а дальше что? В Окрестино приезжаем. Начинается. Открыть. Вас посадили в автозак, в РУВД не заводили, а сразу на Окрестино повезли. Да, на Окрестино, потому что это Пушкинская. И у них эта ассоциация с Пушкинской, что у них там был перебой этот. Они сразу накрыли. Я, вы слышите, дальше, как дальше было тяну. И нас завозят. И когда с автозака начали выгонять, ну, выводить нас, начали бить. Там, я не первый, там, они начали в автозаках вначале бить сразу. Шепт, наклоняйся, беги. У меня руки за спиной. Голову не поднимаешь, и бежишь за спиной руки. Наклоняешься, бежишь, и бьют тебя еще по дороге. И меня это, я не знаю, в шоке какой-то. Там у меня к забору погнали всех. Ну, нафиг. Вижу, люди после забора стоят. И меня туда. Ну, и наши, как бы, с машины. И бить на колени. Били тоже зеленой формы, уже ОМОНовцы. Там уже ОМОНовцы. И с автозака у нас выгружали ОМОНовцы. Они стали вот так вот, ну, как бы, колонны. Да, забор убить, знаете, ну, как, на выразово русский. Именно к забору. Тут, понимаете, я думаю, ну, может так, как бы, как профилактическое начание. Потом забор как поставили, как на колени. Когда меня головой в землю всунули, меня уже понял, что это какая-то жесть. Ну, потому что руки связаны. Ну, еще тут суть какая, что я простоял всю ночь. Вот как меня привезли и поставили. И ни туалет никуда, нигде. Просился в туалет, у меня дубинка. А вы простояли где? Под забором. Под забором. То есть вас в камере предстояли? Нет, это еще жесть. Это еще... Это только начало. Да, это еще цветочки начинались. Обратите внимание на фразу, которую сейчас протестирует Олег. А нас отдельно еще поставили. Там мы как сказали, вот они с Пушкинской, их отдельно. Ну, как бы, я так понял, что это как наказание такое. Что, на Пушкинской было? Получина. Тихановской захотели. На, за Тихановской. И в чем смысл, что я простоял всю ночь и весь этот процесс видел. Как там, ну как, в основном слышал. Когда вот автозак подъезжает, одну партию загружают, выгружают, бьют. Эти говорят, эти обработанные уводим. Новые приезжают, бьют. Всех отправили в так называемый стакан. Это такой изолятор в прогулочном дворике под открытым небом. Там сверху вместо потолка как бы решетка. И вот всех туда отправили, предварительно раздев каждого. Раздели полностью? Да. Вообще без одежды? Без трусов. Вот еще одно унижение. А, еще второе. В стакан заводят, и там люди раком стоят, так вот, на коленях и на руках. Вот у меня даже вот, видите, протерся там, на асфальте. Они тоже голые или как? Нет, там одевали. Но смысл как? Нас волокг загоняют, и там кричат, быстро одеваться. Кто последний, тот получает. И там уже одеваешься, как получается. Потому что тебя будут бить. А вот в такой позе они провели три часа. Потом им разрешили подняться. И все, опять же. Посадь негде. Ну, потом они, где-то, через два часа только ведро дали. Уже это ведро переполнилось. Они не выносили его. В аду во второй половине, вечером только начали. И то, там, погладкую только получилось на всех. Опять есть и не было. И уже ночь вторая, опять в этом стакане все лежали. Под открытым небом. Мы вот друг друга, я вот свою кофту давал. Ну, понимаете, мы друг другу прижимались. Как говорится, вот, хочется жить, надо. Уже ассоциация. Грели друг друга. Вот скажите, вот, вы когда говорили, что поставили вот раком в этом стакане, и сколько там человек было? 150 до 170. А объем этого стакана? Ну, где-то на глаз, я здесь вам, 10 на 15 метров. И там все люди помещались в таком положении? Нет, они вот впротык, вот, голова, вот, понимаете, вот становишься в жопу человеку. И вот так вот нас всех трамбовали. А многие вообще штаны резали. Там один вообще голый был в трусах, велосипедисты избили. Вот так вот трусы и майка была. Только почему он был голый? Ну, у него порвали на нем вещи. Они резали штаны людям, майки. И чем? Ну, не знаю. Они на ногах писали, например, штанину разрезали, я видел. И там какие-то цифры писали. Кого-то на кофтах писали, там, например, нож. Кого-то на уши нашли, там, или топор нашли, или молоток нашли. Или бывает, там, мишени не рисовали. Кого больше надо бить, получается так. Они вот отмечали при задержании. И потом сюда приезжали, их избивали больше. Вот у тебя нож, а, у тебя нож, на получи за нож. А, ты там отмечен, мишень там. Еще там у кого длинные волосы, они брали так, на колени ставили, ножом обрезали волосы. Там у одного пацана дреды были, не ему, ну, что, на, что. Так вот. И демонстративно так обрезали его. Как фашисты делают. На окрестина Олег пробыл три дня, до тех пор, пока над ним не прошел суд, где присудили ему 15 суток. Конвейерным судам, которые проходили прямиком внутри изолятора на окрестина, был посвящен предыдущий выпуск нашего подкаста. Советуем его послушать. Олега после суда перевезли в лечебно-трудовой профилактории в Слуцке. Кстати, четвертый выпуск подкаста был посвящен именно ЛТП. И когда я его делала несколько месяцев назад, я, конечно, и представить не могла, что ЛТП будут использовать вот так, для помещения туда задержанных после выборов, из-за того, что на окрестина и даже в Жодинском ИВС не хватало мест. В ЛТП Слуцка людей уже не избивали, но все равно, как отмечает Олег, были неприятные ассоциации, например, потому что сопровождали задержанных под конвоем с собаками. Ну, уже ассоциация, как фаш, ну, концлагерь. Колючка, барак, 500 человек, и все заняты. И ты там ходишь. И ты уже сознаешь. И там бараков куча. Ну, я, как посчитал, ну, как на... Не, виделось, уже 10. И все забиты. В ЛТП в Слуцке Олег просидел двое суток. Людей начали постепенно освобождать. Наверняка вы слышали эти истории о том, что людей перед освобождением заставляли подписывать какой-то документ, в котором они вроде бы обязались не участвовать в массовых мероприятиях. И им угрожали, что, мол, если пойдете на акции еще раз, то вам дадут 15 лет. Конечно, многие подписывали, и в этом я не вижу ничего предусудительного, ведь делали они это под пытками. И, кстати, документ, подписанный под пытками, не имеет никакой юридической силы. Но Олег меня несколько удивил. Ему удалось не подписать этот документ. Олег проявил крайнюю ступень принципиальности и несгибаемости. Ну, то есть, я не согласен был, что... Ну, я ни в чем не виноват. Я просто про себя посчитал. Ну, если я буду... Ну, как говорится, буду сидеть. Ну, бог с ним. 15 суток и 15... Выйду, какая страна будет, такая будет. Ну, у меня такой принцип. Ну, у меня... Во-первых, я прошел уже это Акрестина, выдержал. Принцип такой. Если вас не убивает, вас сделает это крепче. Олега посадили в камеру, а на следующий день приехали из Минска автозаки и отвезли Олега и других людей с ним обратно на Акрестина, потому что он не подписал эту бумагу. На Акрестина он тоже отказывался подписывать бумаги. Его вместе с пятью человеками засунули в камеру, и Олег предполагает, что до него там сидели женщины. Потому что там чулки были порваны. Когда я видел, так зашел кровь. Ну, как говорится, понял, что в этой камере там женщины были, и понял, что тоже жесть была тут. Очень скоро Олега все-таки выпустили. Это была суббота, 15 августа. Все уже, скажем так, забили на то, что он ничего не подписал. Олег предполагает, что его выпустили потому, что, как он сам говорит, им нужно было всех освободить. На воскресенье Олег отлежался дома и нашел у себя в почтовом ящике письмо с работы. В нем была просьба сразу же после получения этого письма прибыть в госпиталь для выяснения причины отсутствия на рабочем месте с 12 августа. И при себе нужно иметь документы, оправдывающие ваше отсутствие на рабочем месте. Интересно, что у Олег никаких подтверждающих документов о том, что он был задержан, находился на Акрестино, в Слуцке, не получал. И в понедельник, 17 августа, Олег пошел не на работу, а в Следственный комитет, чтобы написать заявление. Там его приняли и отправили на суд медэкспертизу. Все это заняло два дня, в понедельник и вторник, и на работу он не ходил. Хоть по графику он должен был там быть. Что мне идти? Мне надо сейчас решать, что я избитый был. Я, во-первых, понимаете, я не думал о работе тогда. Понимаете, когда вас отпрессовали, и когда вы прошли вот этот концлагерь весь, ну, от ада, а я, я уже, знаете, во-первых, ассоциации хочется рвать и метать. Я решил вот это зафиксировать, ну, и снять побой, пока они есть. Еще одна причина, по которой Олег не хотел идти на работу, это, я бы так сказала, всеобъемлющиеся и всепроникающиеся силовых структур. Весь тот, кто его задерживал, ОМОНовцы, которые его избивали, Следственный комитет, это все как бы единая структура. И вспомним еще то, что Олег уже до своего задержания видел КГБ в военном госпитале. Я когда в госпитале работал, я видел, что там как бы КГБ ходит. Я понимаю, что это я в силовой системе. То есть я пришел, меня сразу могли запрессовать. И действительно, после того, как Олег вышел на работу, КГБ вскоре заинтересовалась им. Проходили в Штатском, со мной разговаривали. То есть КГБшники. Не знаю, они не представлялись. Вы расскажите, как это было? Ну просто я пришел, меня вызвали в кабинет. Сперва со мной администрация начала разговаривать. Ну типа политрук или, ну как говорится. По диалогической работе? Да, по диалогической. Начал говорить, ты что тут рассказываешь там, типа, ну, митингуешь как бы на меня. Я говорю, а о чем за митингу? Ну то есть я рассказываю, как меня спрашивают, где я был. Ну, я уже рассказываю. Ну, коллегам своими, да? Ну, всем, кто меня спрашивает. Медикам, всем этим. Ну, не, всем интересно, где я был. Ну, Саня, понимаете. А, ты вы крестите, расскажи как-то. Ну, людям же интересно. Ну, я рассказываю. И мне этот, типа, иди за забор там, говори. Ну, типа так вот. Извините, товарищи. Я говорю, это родина моя. Я говорю, я везде буду говорить. Если вам интересно, я вам расскажу. Я говорю, какая тут идеология? Я говорю, беспредел. Я говорю, мне нечего скрывать. Я себя, преступника, не чувствую. Понимаете? Ну, если бы я реально что-то преступление сделал, я бы молчал бы. А так, против меня преступление совершил. Чего мне молчать? Тем более, это моя сторона. Чего мне бояться? Это они пускай боятся. Их было двое. В том разговоре с, как выразился Олег, политруком, они не проронили ни слова. Но потом подкараулили его на улице возле работы. Они меня останавливают, говорят, ну, что будет там? Хорошо выходить. Кто вы такие? Вы представьтесь, или кто оно? Мы представляться не будем, но думайте сами. Если вы не уедете с этой стороны, будете вот эту тему раскручивать. Ну, типа там, закопаете или несчастный случай с вами будет. Или там, повеситесь. Ну, разные такой ассоциации начали. Ну, я им говорю, ну, вы знаете, я знаю свою судьбу первую. Я говорю, я был ураганом, я говорю, меня не убило. Олег сейчас упомянул историю о том, как он получил инвалидность. Говорю, а Крестина прошла? Говорю, не знаю, кто кого закопает, говорю. А они что? Ну, они так, знаете, так посмотрели. Ну, что я, как говорится, не слабую десятку. Олег там еще много чего сказал им с упоминанием Каддафи. Его слов приводить полностью не будем. Но что хочется отметить. КГБ, ну, я тут также отмечу, что это же как бы наше предположение, что это были именно КГБшники. Они же не представились. Так вот, КГБ, в принципе, силовые структуры очень часто, я предполагаю, опять же, используют язык запугивания. Они как следаки, только к ГБшному направлению. Ну, и направление у них такое, чтобы кого-то психологически как бы, ну, напугать. Они, во-первых, как сказать, у них все же психологически тоже, они их тестируют же. Они просматривают, какой человек ты, прочный, непрочный. Вот, если честно сказать, я что заметил, они пугают вот этих 18-летних, 17-ти, те сразу сливаются. Кстати, шестой выпуск нашего подкаста был посвящен КГБ и тому, как оно за нами следит. И он тоже базировался, ну, может быть, в какой-то мере на догадках, ведь КГБ никогда не представляется. Но для кого-то это будут догадки, а для кого-то и очевидности. Оставляем на ваше усмотрение. Доверять или нет предположениям Олега о том, что в военном госпитале основали именно КГБшники, и о том, что поток тяжелораненых с ампутациями и пулевыми ранениями это именно люди, пострадавшие вследствие акций. Ну, а рассказ Олега про свой опыт задержания и пребывания на Окрестино, он как раз таки совпадает с тем, что нам уже рассказывали люди, прошедшие через все это. Читайте цикл истории под названием «Свидетельствуют потерпевшие» на сайте правозащитного центра «Весна» spring96.org. Если сайт у вас будет не работать, то используйте VPN. Почему-то в последний месяц сайт заблокирован для жителей Белоруссии. Какое удивительное совпадение. Ну, а Олег после всех этих странных разговоров с, как он выразился, политруком и с двумя непредставившимися людьми, которые ему угрожали, 8 сентября получил приказ от начальства уволить за прогулы без уважительной причины. За прогулы 17 и 18 числа. Именно в эти дни, напомним, Олег ходил в следственный комитет и проходил судмедэкспертизу. Раньше был нейтрален, но сейчас у меня больше радикальности сейчас стало. Потому что если сейчас справедливость не содрожествует, то я не знаю, я буду бороться. Во-первых, у меня 18 лет моего сына. Я не хочу такой, чтобы мой сын и жил в такой беспределе. То есть и сына, и даже мне не хочется жить, я не хочу жить в этой стране такой. То есть это беспредел, преступление. На этом я с вами прощаюсь. Ищите информацию, анализируйте, читайте между строк и будьте сильными, не поддавайтесь запугиваниям. Значит так, друзья, не надо знать, стрелять куда, победить врага так, чтобы наверняка.